Крылышки замаринованные сейчас будем жарить, да, Ром? Будешь помогать маме? Нет. Такая вот панировка, вот, наггетсы готовы, и тут еще наггетсы жарятся в такой вот фритюрнице. А это была картошка фри, которую уже все съели. Вот такая вот интересная штука. Вкусно, да, пахнет? Прямо чесноком, а? Еще посмотрите, какие интересные тут фрукты я увидела. Что это только? Кто знает, напишите. Это как мандарин, да, вроде как и лимон на вкус такой, тоже кисленькие они, интересные. Такие мелкие-мелкие, говорят, где они растут или в Абхазии? А, Азербайджан. Я первый раз очень такой вижу. У меня они понравились, кстати, вкусные. Вот, кстати, мы их попытались почистить, и, наверное, все-таки их надо чистить. Ну что, Ром, вкусно? А ты пробовала тоже наггетс? Да нет. Так что вот не хочет. Чищеный, чистый, да? Это лимоны. Лимоны? Делала сейчас заказ на дом продуктов. Хочу вам показать, что мы купили. Не знаю, будет кому-то это интересно или нет. Кстати, напишите, интересно ли вам покупки еды. Именно на моем канале. Ну и вообще, в принципе, вы смотрите такие видео или нет. Блин, сосед, как обычно, не вовремя. Уже, я не знаю, неделю, наверное, сверлит. Все там никак не высверлит. Так, значит, хочу сегодня я сделать пиццу. Поэтому я очень много что заказала для пиццы. Люблю делать пиццу быстро. Из слоеного теста. Взяла вот такое вот дрожжевое. Тут 500 грамм. Вот, взяла две упаковки. Будем сегодня с детьми делать пиццу. Для пиццы также еще взяла грибы. Я думаю, нам этих хватит. А вот эти, кстати, можно замариновать. Видите, их положили почему-то в отдельном пакете. Видимо, то, что они мелкие. И я их, наверное, все-таки замариную. Получаются очень вкусные маринованные грибы. Вам покажу как-нибудь рецепт. Я уже такое делала. Вообще, съели просто в два мига. И очень вкусные. На праздничный стол они отлично получатся. Так как у меня сломалась мясорубка, то теперь я пока временно покупаю такой вот покупной фарш. Ну, в принципе, неплохой. Взяла этот раз свиной три упаковки. Здесь по 400 грамм. Хочу что-нибудь из него сегодня приготовить. Закончился хлеб. Берем батон в нарезке. Лук закончился. Мандарины тоже. Что-нибудь какая-то странная фасовка. Грибы в двух пакетах. Мандарины в двух пакетах. Не пойму почему. И также яблоки. Киви. И хурму. Так, дальше. На пиццу еще вот такие вот помидоры взяла. Здесь 600 грамм в этой упаковке. Где-то они по акции были. Я и поэтому решила взять. Вообще, сейчас мы огурцы и помидоры уже не покупаем. Я, кстати, приболела. У меня пропадает голос. Поэтому извиняюсь, что буду крепить тут. Дальше. Вот такую вот чесночную колбаску. Тоже на пиццу. И вот такую вот еще колбаску. Ну, молочная. Сметана. Салфетки заканчиваются. Нужно идти в фикс прайс. Но пока не пойду я попозже. Так. Вот такой вот кетчуп. И взяла по акции. Вот такие вот ванильные сухарики. Они небольшие. Беру первый раз. Не знаю, попробую. Что-нибудь надо вообще испечь по-хорошему. Но пока что-то у меня нет особо сил. Все. Сегодня будем делать мы пиццу. Пицца быть. У меня, кстати, какие, посмотрите, красивые. Искусственные розочки. Это ручная работа. У Ильи сделала женщина. Вот такие вот розы вручную делает. Она, сказала, вроде еще пока на продажу не делает. Но вот хочет продавать. Посмотрите, как настоящие. Я сначала думала, что это настоящие. А это, по-моему, глина. Если не ошибаюсь. Может быть, полимерная глина. Как-то так очень красиво. Поэтому я решила их поставить сюда. А те убрать. И еще, кстати, вот тюльпанчики у меня такие вот. И пока ваза такая вот для них. Но хочу их оставить вот в этом углу. Но вазу какую-нибудь другую в это и не вмещается. Короче, у меня теперь много вас. Но ничего нет такого. Здрасте. А мы сейчас идем к врачу. Нам должны дать справку о том, что мы выздоровели наконец-то. И мы с завтрашнего дня, скорее всего, уже пойдем в садик. Потому что мы, наверное, недели две болели. У нас то одно, то другое, то третье. Мы переболели, по-моему, абсолютно всем. Вот что значит, ребенок пошел в садик. Заразил теперь еще меня. И болею еще я. Я-то еще не выздоровела. А вот она уже все. Огурчиком, да? Огурчик. Огурчик, повидорчик. Сидит тут, рисует она. Любимое занятие. Себе тут поставила такой вот планер, на котором... Вот есть карандашик такой специальный, который она рисует и стирает. Всякие картинки тут рисует, да? Очень удобно, кстати, заметочки всякие делать. И потом устирать. Так кто, ты или мама? Сейчас мы заплетемся, оденемся и пойдем. У нас сегодня прохладненько. Поэтому надо потеплее одеваться уже. Мы уже с Яной одеваемся. Она там стоит, балуется. Вот я тоже хочу вам показать свой новый наряд. Ходила недавно по магазинам. Прикупила вот такую вот себе кофточку. Мне очень нравится рассветка. И вот такие вот джинсы-клёш. Раньше я помню когда-то, очень давно, когда я была еще молодая, прям молодая. Наверное, лет 14 мне, может быть, было. Или не помню сколько. Но я в школе училась, и тоже были модно-клёш. И вот мода постепенно возвращается. Вот эту кофточку, кстати, можно или вот так вот подвернуть. Или выпрямить. Тут вот тоже такая окантовочка черная идет. Да, она делает. Вот. Так что я рада покупке. И еще там купила одни утепленные штаны прямые. И обычную водолазку. Потом как-нибудь вам ее покажу. Ну, сегодня вот я без укладки иду. Не знаю, что делать с волосами, но пока не хочу я не стричься, ничего. Просто нужно было феном уложить. А так как я мыла голову вчера, то поэтому я не укладывала. Вот так что. Ты готова? Сейчас шапочку давай доставай. Прям они, во-первых, удлиняют ноги. А во-вторых, мне кажется, даже стройнят. Еще там сумочка моя. Да, еще вот сумка моя. Которая тоже рада. Но она, конечно, маловатенькая. Такая малюсенькая. Ну, давай я покажу, как она сумочка смотрится. Вот так. Ну, сюда у меня, в принципе, все вместилось, что мне нужно. Да? И ты? И даже я, да? Вот такая вот у нас зима в Краснодаре. Сегодня плюс пять. Идет дождь. И, ну, я бы не сказала, что холодно. Но все равно уже чувствуется, что зима. Хотя, как будто осень такая поздняя. Хотя, по факту, уже середина декабря. Зеленая травка. Солнышко, когда выглянет, так вообще кажется, что, я не знаю, начало осени только. Эту пиццу делала я. А эту делала у нас Яносик. Вот. Сейчас будем еще одну делать, да? У нас тут травма на производстве. Мы пальчик опять стукнули сильно, да? Лезем в шкафы. Так, ну все. Потом сейчас немножечко все это подрумянится. Потом уже сверху сыром помажем. Ой, посыпем. И сейчас будем делать еще одну. Пиццу? В порцию, да. Сейчас дорежу я всю колбасу. Ну, а эта отправляется у нас в духовочку, да? Скоро будем пиццу кушать. Всем доброе утро. Посмотрите, какая у нас погодка за окном. Вообще ничего не видно. Сильный туман. Мы идем в садик. Наконец-то уже. Прошло две недели. А не неделю, как мы болели. Все. Пошли. Всем доброе утро. Еще раз. Яну отвела в садик. Позавтракала. И сейчас направляюсь на квартиру родителей. Это также полейки. У нас такой туманищий. Ничего не видно. И, кстати, как будто что-то капает с деревьев, что-то. Не пойму. Я зонт не взяла, но вроде даже не обещают. Так вот. Направляюсь я к родителям на квартиру. Должен приехать замерщик кухни. И сделать последние точные замеры. Потому что они кухню заказали. Когда были тут у меня. И на определенный срок они должны ее будут сделать. Но прежде чем ее делать, уже после ремонта, нужен, чтобы приехал замерщик. И сделал все точные замеры. Ну и все. Потом кухню будет на производство отправлять. Так что скоро... Ну, когда скоро? В январе, наверное, кухня будет. Или в феврале уже. Они там сами договаривались. А кухня, конечно, шикарная. Большая. Но потом все вам покажу. Поэтому иду. Время где-то полдесятого. Мы с ним на 10 часов договорились. Сидеть. Сидеть, я говорю. Мы же лежать собрались. Сидеть. За колбаску мы будем делать все. Вот, лапку даем. Лежать. Лежать. Необучаемая мадама. Сидеть. Сидеть. Да лапу. Да лапу. Да лапу. И колбасу. Сначала лапу, потом колбасу. Вот. А теперь лежать. На. Все, скажи. Лежать. Давай, крутись. А другую? Крутись. Это лапу другую. Крутись. Оп. Крутись. Ага. Лежать. Крутись. Кувырок. Кувырок. Сейчас хочу замариновать вот такие вот грибочки шампиньоны, которые мне недавно привозили. Был один пакет с такими вот мелкими шампиньоны, я их решила замариновать и обещала вам показать рецепт. А значит, у меня тут где-то полкило шампиньонов, я их сейчас взвесила, там чуть-чуть поменьше. Нам также понадобится подсолнечное масло, уксус. У меня такой вот 9% лавровый лист, перец горошком, соль, сахар и вообще нужно сюда, по идее, такой чеснок свежий. Но у меня его нет, точнее он у меня был, но он у меня вот такой вот уже весь высох, так как мы очень редко его куда-то добавляем. Но вот у меня два таких вот зубчика есть, я их добавлю. Но вообще потом добавлю такой вот сушеный чеснок, надеюсь вкус от этого не поменяется. Я как-то уже делала этот рецепт, но не этот, а другой, я сейчас не могу найти тот рецепт, я его не записала. Но сейчас если получится как надо, значит я вам могу посоветовать. А вообще, получается грибы по этому рецепту очень вкусные. И вот мы сейчас собрались идти в гости, и я их хочу взять с собой. Они готовятся очень быстро, их только нужно будет эти грибы довести до кипения, проварить минут 5-7 и все, они готовы. Конечно, чем дольше они постоят в маринаде, тем они будут вкуснее. Вот сейчас я жду, когда меня тут откиснут немножечко. В принципе, уже готовы. И все, буду делать маринад. И возьмем их сейчас с собой. Маленькие такие, прям красивые. И, кстати, на закуску на Новый год, например, к столу отличная идея будет. Все сюда закинули сразу в кастрюлю, и грибы тоже. И теперь ждем, когда все это закипит. Сейчас грибы пустят много сока и будет побольше жидкости. Вообще здесь, конечно, жидкости не нужно. Вот, если кого заинтересует рецепт, могу оставить, прописать под видео. Ну и теперь ждем уже. Аромат такой пошел, специй. Мы сейчас идем за моей шапочкой, которую я заказала. И у нас сегодня пошел первый снег. Там его мало, у кого-то его уже вот так вот. А у нас вот так вот, да? Даже этому капец как всегда надо. Я Анюте сказала, чтобы она поснимала. И мне потом скинет. И я вставлю это, как они там гуляют, да? Да. С игрушкой. У меня там шапочка такая красивая, не представляете? Корейская. Да что ты говоришь? Как им можно что-то покупать на несколько лет, если мода меняется, и кто-то только хочет по моде одеваться? Да. Ну вот, у Яны пока отлично. Курточка лет пять. Еще ее, по-моему, Анюта носила. Да. На шапку новую, конечно. Куртку надо, конечно, постирать. Ладно, все, идите, давайте. Вчера, кстати, Илья забрал фотографии. Да. Ставим в рамки. Такие красивые. Сейчас вторую покажу. Анют, помоги мне, вытащи. Это кто? Ты делала поделку, да, в школе? Принесли, положили. Давай покажи, какие фотографии. Красиво. Мне так понравились они. Вот я две распечатала. Мне вот это нравится очень сильно. Такая красивая. Ребенка не узнать. Боже. Ой, да. Такая улыбка. У нас вот сколько снега, чтобы вы понимали. Ведь сразу дети на улице появились. И вот что-то там делают. Все-таки дети любят снег. Как ни крути, но, блин, окно потеет. Я открыла, потому что дверь. Так что пусть погуляет. Наконец-то закончила печь блины. Посмотрите, какая огромная просто стопка блинов у меня получилась. Я заводила тесто два раза. И получается у меня здесь двойная порция. Хватит нам, надеюсь, на дня два. Потому что блины у нас очень любят. К тому же сейчас идут к нам в гости мои родственники с детьми. И дети очень любят блины. Я уже спросила. Сейчас купим сгущенку и будем их угощать. Вот такая вот огромная, преогромная стопка. Надо будет пока накрыть тарелочкой, чтобы это все не остыло сильно. И все. Сейчас будем пить чаек. Ребенок радуется снегу. Краснодарского. Краснодарского. Андрей, отправляй. Блин, мы вышли вечером, а тут так сыпет снегом. Вообще, вы посмотрите, все радуются. Я в осенних вообще в ботинках. Классно. Такая новогодняя сразу атмосфера, настроение. Все такое беленькое. Ну, правда, он тает вот на дороге. Но все равно классно. Классно. На машинах много снега. Зато. Мы идем провожать Юлю до дома. Заодно прогуляемся. Идти от нас до них где-то минут 30. Медленным шагом побольше. Но мы заодно прогуляемся. Все, конечно, классно. Погода. Так тепло на улице. Минус 4. Первым снегом давай. Вот малявочка идет она. Идет сама по снегу. Алис, привет, что ли, красоточка. Как себе снежок? А? Алис, привет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так вот все и было Ничего не забирали Но кроме телевизора Сейчас покажу Давайте вам покажу С коридора Вот так вот выглядит коридор Ванная без покраски стены Просто без кафеля Всю технику оставили Машинка относительно новая Сказала тот мужчина Который сейчас был хозяин Вот получается Это кухня Вот так вот издалека все это выглядит Родители когда приедут Они будут останавливаться Именно тут Здесь есть абсолютно все Даже Чайник и утюг Ну вот этот диван раскладывается Вот тут можно спать Шкаф Вот тут телевизор стоял Они его забрали только и все Ну и вот такой вот Балкончик Все чистенько Даже прям Наверное полы помыли Потому что не грязно Ничего Все отлично Такая вот квартирка 39 Ну около 40 квадратов тут У нас сегодня Такой был суматошный день Мы бегали тут Занимались делами И хочу вам показать Мой подарок Который сделал мне Дорогой мой любимый муж На день рождения И заодно на Новый год Приобрели Мы такой вот новый телефончик Мне На 100 Ой на 256 гигов Это 14 айфон Так как мне нужен По работе телефон Мы покупали В нем было мало памяти 128 И он меня Теперь вот на который Сейчас снимаю Постоянно пишет Что у меня забита память Приходится все удалять Даже удаляла я лишние ролики Которые снимала И это была ценная информация И я вот постоянно Ему жаловалась Что мне не хватает памяти И вот он мне решил Сделать такой вот подарочек Сейчас будет заниматься И что хорошо в айфонах То что не нужно ничего делать Просто их сконектил Так друг с другом И они все сразу перенесли Тоже взяла Тоже взяла в белом цвете Просто мы уже купили Такой вот чехол Ну вот камера Немножечко отличается Сейчас будем Его загружает Тут он его Ой Я что-то нажала Это занимается Только ли я Я сюда даже не лезу На Эту страну По-моему Другую поставил Ну покупали мы Вот в этом магазине Очень хороший Проверенный магазин Мы Вот мой телефон Вот этот вот Тринадцатый Мы покупали Тоже в этом магазине И нареканий нет Ну еще такую зарядку взяли Очень хорошая Быстро заряжает Так что я покупкой довольна